Четыре вопроса основной повестки сессии городского собрания Сочи депутаты посчитали самыми важными. Необходимо было проголосовать за новые положения каждой районной администрации. Прежние датировались еще 2014 годом. Новые необходимы из-за ряда изменений, например, в части муниципального земельного контроля. Мониторить и предпринимать шаги по выявлению нецелевого использования земельных участков будет муниципалитет. В департаменте городского хозяйства создан специальный отдел, сотрудники которого будут передавать информацию о выявленном самострое в Краевой гостроинадзор. Те же, в свою очередь, проводят проверку и в случае выявления нарушений подготавливают соответствующие материалы для передачи в новое управление по реализации полномочия по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства. Это же управление уже далее будет передавать материалы в суд. Чтобы не стать нарушителем градостроительного кодекса, нужно подать уведомление в департамент архитектуры города о начале стройки, будь то на дачном участке или ИЖС. И когда вводится в эксплуатацию, он должен также уведомить, что он построил то, что он заявлял. Если такого уведомления нет, сразу же это строение признается самовольным. И не надо его признавать какими-то другими бедами его самовольность. Если он не уведомил, а построил, это уже самоволка и соответствующие дальнейшие действия как относительно самовольного строительства. Такой порядок поможет упорядочить в Сочи строительство. И сегодня народные избранники внесли изменения в бюджет города. Его доходная часть увеличилась на 235 миллионов рублей. Были перераспределены средства по ряду отраслей. В текстовой части проекта решения имеется одно изменение, которое связано со случаем предоставления субсидий. Случай предоставления субсидий звучал, что мы компенсировали затраты по содержанию эксплуатации постолимпийских объектов. Теперь это уже не требуется. Но нам требуется до включения в тариф еще пока выделить субсидию на прочистку и восстановление Нагорного канала. Поэтому мы конкретизировали случай и изложили его в соответствующей редакции и также на финансовое обеспечение. Не обходится без помощи города спецавтохозяйство по уборке мусора. Большие претензии как к юридическим лицам, так и к физическим, которые выбрасывают мусор, а платить за вывоз не хотят. Требуются дотации и Сочи Автотранс, и Сочи Теплоэнерго. В первую очередь это по поводу поддержки вывоза мусора с нашего города. Второе это по поводу субсидирования автотранспорта, тот, который занимается социальными маршрутами на нашей территории. Те, которые не окупают, но в любом случае автобусы у нас должны быть в каждом ауле, в каждом селе. Поэтому вынесены вопросы. Ну и те, которые касаются ремонта, школ, перевода на их на классификацию. Ну а большая часть субсидий из края пойдет на проектно-смехную документацию и экспертизу новой школы в Америтинской долине. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.